Если у вас нету движения такого полноценного к цели, если у вас нету внутренней организации, достаточной для того, чтобы справиться со всеми сложностями, которые неизбежно возникают по направлению движения к цели, то не нужно уповать на инструментарий. Инструментарий всегда очень важен. Лежит молоток, красиво лежит, изящно, можно как угодно. К нему надо применить силу. Он не будет сам по себе. Если это какая-то толокушка, которая на станке, к ней тоже применена сила. Он к электричеству подключен. Без этой внутренней нашей силы никакой инструмент работать не будет. А вопрос, где она? А где она сейчас? Она распыляется просто фантастическим совершенно образом. Потому что мы находимся с вами в самом токсичном информационном пространстве, которое только можете представить. И вопрос этой токсичности – это не просто то, что она негативная, а, к сожалению, она на 99,9% негативная. Проблема состоит в том, что она точно так же неорганизована. Хаос снаружи порождает хаос внутри. И что такое хаос? У вас нет силы, потому что она вся разбросана по крупицам вашей жизни, ваших действий, вашего внимания и так далее. Это вот, когда фамилия его Баффет и фамилия его Гейтс. Вот, два таких буржуина. Но они гениальны по-своему. И когда их, значит, снимал, BBC или CNN, кто-то там снимал про них кино, им задали один и тот же вопрос. Одним словом опишите причину своего успеха. И оба, не сговариваясь, пишут слово «фокусировка». Понимаете, вот когда у вас есть этот фокус, вам любой инструмент будет хороший. Проблема сейчас состоит в том, что мы находимся в мире, в котором в самом нет фокусировки. И рассчитывать, что он нас сфокусирует, рассчитывать на вот эту, потому что по-научному называется, экстернальность, которая сейчас у всех просто огромная. Все рассчитывают, что их извне кто-то придет, возьмет и вытащит за волосы из болота. Андрей Владимирович, например. Ну, я строгий, я могу повытаскивать, если что, там завалялось. Но если серьезно, к сожалению, во внешнем пространстве нет этой организации, поэтому мы должны организовываться сами. И только после этого начнут работать инструменты. Продолжение следует...